Генеральный партнер информационного канала «Город» — фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Шикарная мебель любой сложности. Детские, гостиные, спальни. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Лепсия 12. Пьяные аварии и водители, которые даже не могут отвечать на вопросы. Самые резонансные происшествия за сутки в одном обзоре. Наш эфир продолжает рубрика «Место происшествий». Напоминаем, материал имеет возрастное ограничение 12+. По данным ГИБДД, авария произошла ночью 9 июня на 11-м километре трассы «Котельнич-Даровской». Водитель «Восьмерки» угодил в кювет. 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 по предварительным данным неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд кювет и наезд на дерево. В результате происшествия один пассажир погиб. Это 23-летний молодой человек. Сам водитель и еще три его пассажира получили травмы. В том числе две девушки 16 и 21 года, которые были госпитализированы в медицинское учреждение. Сейчас по факту смертельного ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Скоро станут известны результаты экспертизы на состояние опьянения водителя «Восьмерки». Первомайский районный суд вынес приговор по делу брачного афериста Романа Палкина. Напомним, 31-летнего мужчином винили в мошенничестве с квартирами, кражи и побои, которые он нанес своей жене Юлии Буйских. По словам потерпевшей, муж Романа обманул ее, ее родители и бабушку. Он оформил квартиры родственников жены под залог, но выплачивать его не стал и скрылся. Суд приговорил Палкина Романа Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4-159 Уголовного кодекса Российской Федерации, хищение денежных средств под видом займов у граждан, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В итоге Романа Палкина оправдали по всем статьям, кроме мошенничества в отношении своих знакомых, у которых он брал деньги. Именно за это суд назначил ему наказание 3,5 года колонии общего режима. С наказанием Палкин согласился, а вот потерпевшие Буйских и Осколково планируют обжаловать приговор. Уценил чужой автомобиль стоимостью около миллиона рублей пьяный водитель на улице Московской. Молодой человек решил покататься по городу на Ауди Ку-7. Знал ли хозяин автомобиля о такой поездке – большой вопрос, его рядом не было. Впрочем, пьяным гонкам бесправника он точно не обрадуется. Ведь водитель протаранил бордюр, забор, крыльцо магазина, две урны и два дерева. Машине предстоит дорогостоящий ремонт. За пьяное вождение суд наказал Алексея Суворова арестом на 10 суток. Половину срока бесправник уже пробыл в тюрьме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова